Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 27 ноября, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Филиппа, Дмитрия, Александра, Виктора, Алексея, Михаила, Фёдора, Петра, Сергия, Николая, Василия, Георгия, Гавриила, Анны, Феодоры, Григория. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Фактически с этого дня начинается Филиппов пост, или как мы его по-другому называем, рождественский. Сегодня среда, по календарю с 28-го, но среда уже постный день, поэтому вновь мы с вами, дорогие мои, вступили в очень важный период, период духовного труда, подвига, воздержания от греха, от суеты, большей собранности, аскетичности жизни. Просто потому, что мистики, духовных успехов, духовных плодов невозможно достигнуть без аскетики, без распятия себя со страстями и похотьми. Вот пост посвящен святому апостолу Филиппу, память которого мы ныне совершаем. Уроженец города Вевсаиды был глубоким знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя он пошел за ним. Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии. Он привел ко Христу апостола Нафанаева, своего друга. Его Господь спросил, сколько нужно денег для покупки хлеба пяти тысячам человек. Он привел эллинов, желавших увидеть Христа. Наконец, он во время Тайной Вечери спрашивал Христа о Боге Отце. После вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так он воскресил младенца, умершего на руках у матери. Из Галилея он направился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола. И тогда из Иерусалима в Илладу прибыли книжники во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа. Апостол Филипп обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики Христовы похитили и скрыли тело Господа. Рассказав, как фарисеи подкупили воинов-стража, распустивших этот слух. Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели и, видя это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа именем Наркиз. Из Иллады апостол Филипп отправился в Парфы, затем в город Азот, где исцелил больные глаза дочери местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем крестившегося со всем семейством. Из Азота апостол Филипп отправился в Иерополь Сирийский, где подстрекаемые фарисеями иудеи подожгли дом Ира, принявшего к себе апостола Филиппа, а апостола хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные святым апостолом, исцеление иссохшей руки начальника города Аристарха, хотевшего ударить апостола, а также воскрешение умершего отрока, раскаялись. И многие приняли святое крещение. Поставив Ира епископом в Иерополе, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Мессию, всюду проповедуя Евангелие, перенося страдания. Его и сопутствующую ему сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темницы и сгоняли из селений. Затем апостол прибыл в Афрегию, в город Иерополь-Фрегийский, где было множество языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ним апостола Варфоломея. По наущению жрецов храм ехидны Анфипат, Анфипат приказал распять святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствующих на судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы, скончался на кресте. Сестра его Мариамна погребла его тело и вместе с апостолом Варфоломеем направилась с проповедью в Армении, где апостол Варфоломей был распят. Мариамна же проповедовала до своей кончины в Ликаонии. Ну что ж, дорогие мои, вновь пришло время поговорить о посте. О посте как о периоде воздержания и как о посте на страже собственной душе. Дело в том, что жизнь современного человека настолько быстрая. Быстрая не по результатам, а по суете. Что мы много машем руками, много делаем лишних движений. Из этого создается впечатление, что жизнь какая-то насыщенная, наполненная. На самом деле, ну это как древесная стружка, которая вокруг себя завернута. Что вроде как объем большой или как мыльный пузырь. Что вроде красивый, переливающийся, а внутри пусто. И малейшим прикосновением это все разлетается на мелкие брызги. Вот так часто и наша жизнь из себя представляет какую-то активность. А в содержании пустота. Только такая внешняя шелуха. И время поста — это время наполнения жизни духовным содержанием. В первую очередь нужно вновь восстановить свой молитвенный труд, молитвенный подвиг. Честно, добросовестно исполнять положенное церковью молитвенное правило. Ну хотя бы минуточек 20-30 утром и вечером. Это в нормальном христианском состоянии и порядке необходимо для молитвы находить. По-хорошему можно взять небольшое дополнительное упражнение. Ну или, допустим, приложить к молитвам правило порядка 20 земных поклончиков. С молитвой или Иисусовой, или молитвой мытаря. Или, например, покаянный канон Господу нашему Иисусу Христу, который очень скоро располагает сердце к сокрушению, к покаянию. Обязательно нужно восстановить чтение Священного Писания. Потому что им душа одухотворяется, оживотворяется. В нем находят утешение и указание пути в Царствие Небесное. Очень важно восстановить режим питания. Потому что тело — это очень хорошо организованный Богом механизм, который должен способствовать совершенству души. Тело должно помогать душе, не мешать лишним обременением, весом, нагрузкой, повышенным давлением. Хотя, конечно, это все присутствует. И терпение, опять же, немощи телесных научает человека смирению. Но все-таки время поста — это время восстановления какого-то определенного порядка и в телесной жизни. Необходимо четкое расписание. Расписание, в котором тело себя более-менее хорошо бы чувствовало. Ну, подъем и отбой — это очень важно. Важно в одно время просыпаться, в одно время засыпать. Желательно, чтобы сон не был меньше или больше семи часов. То есть это какое-то оптимальное время для отдохновения телесного. Чтобы прием пищи был своевременным и мерным. Кушать надо в меру. Мера для новоначальных определена церковью таким образом, чтобы вставать из-за стола с легким чувством голода. С желанием, что я бы еще вот-вот съел бы чего-то, но хватит. Благодарим тебя, Христе Божий наш. Ну и так дальше. Очень важно, вот такая, казалось бы, незначительная мелочь, которую мы часто проскакиваем, забываем или делаем по привычке формально. Но молитвы перед едой и после еды. Молитвы благодарения Богу. Потому что вера удел душ благодарных. Если человек невнимателен к Богу, неблагодарен, то в такой душе вера не укрепится. Очень важно наметить борьбу со своими пристрастиями. Если это пристрастие к интернету, то ограничить свой доступ в эту сеть только проверкой корреспонденции. Смотрели, ответили на письма и точка. Нет необходимости блуждать по всевозможным форумам, под благовидным предлогом что-то больше узнать о православии. Лучше взять книгу, в которой четко, сжато и очень последовательно изложен путь жизни духовной. Просто нахватываться новостями или какими-то слухами, сплетнями или отдельными урывками каких-то статей. Это рассеянность, это несобранность. Ограничить интернет. Очень хорошо выключить или убрать, например, все развлекательные каналы, просто их как-то в настройках взбить, чтобы не было искушения потом туда-сюда бродить. Оставить что-то полезное и то ограничить, опять же, не по 2-3 часа в день смотреть даже христианский канал «Союз», а выбрать какие-то основные передачи, которые, как более всего, приносят какой-то духовный плод и на этом остановить свое сидение перед телевизором. Хорошо бы на время рождественского поста спланировать дела милосердия. Сходить в то или иное учреждение к старикам или к деткам. Понятно, что так с налетом не получится, но как вариант можно попробовать через службу добровольцев православной службы милосердия, с которой можно познакомиться на сайте ekb.miloserdia.ru, где есть определенные учреждения, в которых уже настроен контакт, и вместе со старшими товарищами, более опытными добровольцами, можно сделать этот первый шаг. Или, например, поучаствовать в благотворительной акции «Подари радость на Рождество». Опять же, на сайте будет отдельная страничка, через которую мы собираем благотворительные средства для многих и многих наших подопечных. И поучаствовать и в этом деле тоже было бы очень неплохо. Потому что пост — это не только диета, пост — это, в первую очередь, изменение души, воспитание души, в том числе и через дела милосердия. Пост начался. Всем доброго подвига и помогай нам всем Господь! Субтитры создавал DimaTorzok